Сегодня в повестке дня Государственной Думы Сегодня в повестке дня Государственной Думы Поэтому, конечно, планку нуждаемости нужно поднимать, расширяя тем самым круг тех, кто мог бы воспользоваться данной выплатой Помимо этого нужно понимать, что, конечно, это мера для стимулирования рождаемости Однако она должна распространяться не только на первого, но и на последующих детей, если мы хотим всерьез поднять демографию И здесь очень важно не только стимулировать рождаемость, но и бороться со смертностью В первой половине 2017 года 200 тысяч человек трудоспособного возраста ушли из жизни А это очень серьезно бьет по демографии Наша страна, к сожалению, продолжает терять людей, вымирают преимущественно русские области И, на наш взгляд, это то, что нужно остановить любой ценой При этом очень важно возвести социальную политику правительства в системный ранг Потому что сейчас она носит достаточно фрагментарный характер Деньги для этого у государства есть Цена за баррель нефти уже составляет больше 65 долларов А в бюджете, как вы помните, заложено немногим более 40 Тем самым она в половину выше того, что спрогнозировано А значит будут дополнительные существенные резервы Которые можно было бы направить на поддержку населения На стимулирование покупательной способности И тем самым косвенно поспособствовать поднятию нашей промышленности Сейчас, в самое ближайшее время, мы должны будем увидеть Что из себя представляют такого рода выплаты Либо это действительно забота государства о своих гражданах Либо же это очередная подачка перед выборами Которую могут так же легко отобрать, как и выдали Мы поддержим данную инициативу, но будем настаивать на ее расширении Я напомню, что на прошлом заседании Государственной Думы был принят один На наш взгляд, абсолютно антисоциальный закон Касающийся внесения изменений в жилищный кодекс и в закон о приватизации жилого фонда в Российской Федерации Правительство Российской Федерации фактически, внеся этот законопроект Отказалось от своих обязательств, накопленных за многие десятилетия В части проведения капитального ремонта за счет средств бюджетов Как муниципального, так и федерального и региональных Порядка 300 миллиардов рублей фактически правительство Российской Федерации простило своим гражданам Это к вопросу о тех деньгах, которых не хватает, которые постоянно нет Но, как вы убедились совсем недавно, сразу находится, если речь идет о президенте Российской Федерации Либо о другом высокопоставленном должностном лице, который заявляет ту или иную инициативу В этой связи достигнута договоренность со всеми оппозиционными фракциями в Государственной Думе Направление письма на имя президента Российской Федерации с просьбой наложить вето на этот законопроект Нарушающий права десятков миллионов наших граждан, проживающих в старом жилье Которые долгое время надеялись на проведение капитального ремонта за счет бюджета Но, к сожалению, были по инициативе правительства Российской Федерации лишены этого права Сегодня же будет в третьем чтении рассмотрен законопроект об очередном изъятии накопительной части пенсии наших пенсионеров И передачи ее на финансирование страховой пенсии В рамках того, что правительство Российской Федерации может в любой момент отказаться от своих социальных обязательств О чем свидетельствует выше приведенный законопроект Фракция КПРФ не будет поддерживать новое повышение этой меры Скажем так, для сбалансирования бюджета пенсионного фонда И с своей стороны считает, что реформирование пенсионной системы должно в конце концов быть завершено Завершено и поставлена точка, куда же мы идем К страховой пенсии, либо к накопительной пенсии И кто ответственен сегодня за формирование будущих пенсионных накоплений Само государство, либо граждане Еще один вопрос, который сегодня будет рассмотрен в третьем чтении Это передача полномочий по определению норматива финансовых затрат на обеспечение лекарственными препаратами От Государственной Думы в правительство Российской Федерации Я напомню, что в этом году этот норматив составляет 807 рублей И в лучшем случае только на 50% покрывает необходимые затраты На обеспечение бесплатными лекарствами наших инвалидов, ветеранов и других льготных категорий населения Вместо того, чтобы сделать процедуру формирования бюджета в части лекарственного обеспечения более прозрачной Вместо того, чтобы усилить контроль за данной строкой Государственная Дума, к большому сожалению, по инициативе правительства Передает эти полномочия на уровень исполнительной власти Где они будут исполняться уже без четкого контроля Уже без такого внимания со стороны Государственной Думы Мы категорически против данного предложения Мы считаем, что парламент в очередной раз утрачивает нить парламентского контроля В очередной раз утрачивает связь с жизнью и связь со своими избирателями Третий законопроект – это поправки, которые были, точнее, это были поправки Предложенные фракцией КПРФ законопроекту об исполнительном производстве Которому мы предлагаем ввести защитные механизмы для пенсионеров, получающих пенсию по старости И по инвалидности в части взысканий, накладываемых судебными приставами и исполнителями Мы считаем, что данная группа, еще раз повторю, что это пенсионеры, получающие пенсию по старости и инвалидности Не способны со своей стороны полностью улучшить свое материальное положение В условиях такого давления стороны приставов, связанного с тем или иными обязательствами Поэтому на руках у таких граждан, независимо от количества исполнительных листов Независимо от количества исполнительных производств Должно оставаться не меньше прожиточного минимума пенсионера Тем более, что эта сумма далеко не большая Я напомню, что сегодня в соответствии с этим прожиточным минимумом Пенсионеру предлагается питаться на 136 рублей в день Это нереально, это нищенское существование на грани физиологического выживания И снижать эту планку еще ниже, как зачастую бывает в Российской Федерации Когда до 50% пенсии сегодня изымается в пользу различного рода микрофинансовых организаций Мошенников, которые обманывают наших стариков Недопустимо Комитет по безопасности и противодействию коррупции Нашу инициативу не поддержал Под предлогом того, что это нарушит права взыскателя Или ограничит права взыскателя Но мы считаем, что на первом месте должны быть права наших стариков Пенсионеров и инвалидов К которым уготовано голодное существование Настоящей ситуации Которая сегодня есть Мы будем ставить эту поправку Предлагать поставить эту поправку на отдельное голосование Соответствующими доводами Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин